Все делают видосы про то, как сделать рабочий стол на компах, но никто почему-то не делает рабочий стол на смартфонах, а ведь смартфонами тоже пользуются все, и все хотят сделать их красивыми и уникальными. Ну, на самом деле я не особо уверен, что на телефонах это называется рабочий стол, но какая разница, правильно? Для фэншуя назовем рабочий стол, окей? Поставь лайк, бро, за прикольную идею, и мне твой лайк очень сильно поможет. Погнали! Всем здорова интернет, с вами Дориан Карнет. Сами понимаете, что работать мы будем на андроид системе, ибо с кастомизацией у яблока есть небольшие проблемесы, и там возможностей куда меньше. Но если вам было бы интересно увидеть видео про iOS тоже, напишите об этом в комментариях. Также, если хочешь оформить свой рабочий стол на компухтере, то ссылка также в описании, там видос как оформить рабочий стол именно на компе подробно. Сейчас я вам расскажу про крутые приложения, которые позволят улучшить оформление. Начиная от обоев, заканчивая кастомным дизайном, созданием своих лаунчеров, анимаций, переходов, ну и красивыми и главное функциональными клавиатурами. Первое наше приложение это Key LVP Live Wallpaper Maker. Это на самом деле самый мощный HD редактор для телефона, который наверное только был. С ним вы сможете сделать свой собственный дизайн и показывать любые данные, которые вы только захотите, одновременно на своем рабочем столе. При этом сможете использовать самые разные крутейшие переходы. Это такой аналог Rain Meter для ПК, только для телефона. И на самом деле работает он намного круче, поскольку на телефоне он реально позволяет сделать чуть ли не свой лаунчер. Крутые переходы, крутые анимации, много полезной информации можно поместить на рабочий стол, выбрать свой дизайн, настроить свой дизайн под себя. Там очень-очень-очень-очень много разного рода пресетов и возможности настроить. Цвета, изображения, способы переходов и так далее. Ну и как вы поняли, я не буду рассказывать прям про каждое приложение, как все что-то где-то там настроить. Поскольку, опять же, вы все индивидуально все делаете под себя и разобраться в приложениях ничего не стоит. Скачиваете, выбираете какую-нибудь тему в приложении и все. Это так, чтобы не писали типа, где туториал, я ждал туториал. Если вам тоже было бы интересно увидеть подробное видео, пишите об этом в комментариях. Далее, приложение, которое идет за ним, это уже KiVGP. Что это? Это то же самое приложение, что было до этого, но для виджетов. То есть, это красивые оболочки, красивые какие-то установки, красивые всякие штуки в плане дизайна для именно виджетов. Это часы, погода и так далее. Думаю, вы сами знаете, что такое виджеты и вам объяснять это не нужно. Но, благодаря этому, вы сможете сделать себе реально крутые и красивые виджеты. Далее, очень простое приложение, на самом деле. Но, тем не менее, некоторым оно покажется очень и очень, опять же, крутым. Называется оно Text Shaders. И, благодаря нему, вы сможете сделать крутые, офигенные пиксельные обои для вашего рабочего стола. Некоторые любят пиксельный стиль, пиксельные обои и вообще все пиксельное. За old school, да и просто, на самом деле, выглядит часто довольно круто. Поэтому, в этом приложении вы сможете выбрать, насколько сильное изображение пикселизированное, саму пиксельную анимацию. И, на самом деле, это не только позволяет сделать реально крутые и красивые обои, но также немножечко экономит батарею. Так как сами по себе эти гифки, сами по себе эти пиксельные изображения ничего не весят. И даже само это приложение Text Shaders весит меньше мегабайта, включая все заготовки анимаций. Поэтому, реально крутое приложение сможет сделать себе красивые обои. Далее, то, что я считаю довольно важным и то, что меня иногда бесило на андроиде. Да, это не на всех телефонах. Да, это можно настроить. Да, но, тем не менее, иногда встречались с этим проблемы. С чем с этим? Со звуком, с настройками звука. Иногда это работает не очень хорошо. Иногда это нужно где-нибудь доставать, искать и так далее. Но иногда это в оболочках сделано не очень красиво и можно сделать намного лучше. Так вот, приложение под названием Volume Pie позволит сделать красивую качельку громкости. Нажимая на качельку громкости, то есть у нас выше или тише, вылезет прикольное уведомление справа. Там вы сможете что? Правильно, вы сможете взять и отключить или включить уведомление. Кстати, кто подписан, но не поставил колокольчик, чувак, поставь колокольчик. Так, о всех видео ты узнаешь намного раньше остальных, окей? Кроме того, если у тебя телефон лопата, например, там, не знаю, размерами с iPhone XS Max, довольно большой такой телефон. Ты сможешь просто свайпнуть около края телефона, с самого правого такого блока, примерно посередине. И у тебя автоматом вылезет настройка громкости. Это очень удобно. И это экономит время, не надо дотягиваться, искать, какая качелька громкости тише, какая громче и так далее. Погоди, погоди, не выру... Стой, вот, не нажимай кнопку пропустить. Погодь, знаешь чё? Вот дизайн, да? Дизайн, это прикольно, это важно. И когда у тебя, например, всё оформлено круто, людям приятнее смотреть. Так вот, смотри, я тут из кармашка достану, сейчас погоди, нашёл, нашёл. Смотри, это приложение называется Streamlabs OBS. Там можно стримить игры, удобно стримить ИРЛ. И, кстати, эта прога на ПК тоже есть. Она для стриминга. На ПК можно настроить дизайн, донаты, боты для чата, много-много всего. А вот на телефонах это просто одно из лучших приложений для стриминга. Ссылочка на скачку этого приложения и на скачку этой программы будет в описании. Там же будет мой обзор ПК-версии и версии для телефонов. Так что, пользуйся. Далее, давайте перейдём к чему? К чему же мы перейдём? Правильно, мы перейдём к клавиатурам Flexi. Что это за клавиатура? Это довольно красивое, удобное в использовании клавиатура для того, чтобы её установить. Она подстраивается под цвет приложения, которое вы используете. Кроме того, в настройках её вы сможете установить свои уникальные, крутейшие темы, которые есть уже в самом этом приложении. Кроме того, сможете настроить анимацию нажатия. Вы сможете изменить цвет клавиши. Например, вы нажали на Key, она стала чёрной. И, на самом деле, поработав с этим, вы сможете хорошо себе оформить клавиатуру. Кроме того, она очень практичная, поскольку очень хорошо работает автокоррекция слов. Кроме того, если вы будете свайпать вот так вот влево, у вас будут удаляться слова. И, опять же, там есть много всяких разных сокращений, расширений для клавиатуры, которые можно установить дополнительно, которые уже встроены в программу. Просто в ней стоит порыться в её настройках, и вы найдёте там огромное количество всякого крутейшего и интересного стаффа, которое позволит вам сделать клавиатуру реально удобной и настроить её полностью под вас. Далее. Ну, такой небольшой редактор изображений. Но в чём смысл, скажете вы? Мы тут оформляем рабочий стол под себя. Причём здесь редактор изображений. Mirror Lab. Это довольно крутое, опять же, приложение для вашего смартфона. Оно позволяет красиво редактировать изображения, которые у вас есть на вашем смартфоне. Например, вы там скачали фотку природы, либо же сами что-то интересное пофоткали, и с помощью этого приложения вы сможете абстрактно их редактировать, отзеркаливать, добавлять всякие скручивания и так далее. В общем, функционал этой программы довольно простой. Там просто... и на самом деле тут нечего объяснять. Проще вам будет взять, скачать это приложение к себе на телефон, зайти в него, и опять же загрузить какое-нибудь изображение и поиграться с ним. И благодаря этому приложению сможете сделать себе красивые обои для вашего рабочего стола на вашем смартфоне. Скачали фотку природы, поменяли её, бац, уникальные красивые обои готовы. Ну круто же, правда? Далее, есть интересный лаунчер, называется он Ниагара. Опять же, если у вас лопата, или вас бесит постоянно искать приложение, свайпать лево-право, куда-то там чё-то, папки какие-то заходить, этот лаунчер позволит вам всё удобно расположить. Установив его, у вас вылезет предложение, добавить фильм приложения в избранное. И теперь у вас всегда при запуске вашего смартфона будут эти приложения висеть в самом верху, и вы всегда сможете на них нажать и в них перейти. Кроме того, буквально в два клика вы сможете взять и найти любое приложение на вашем смартфоне. Далее, приложение Typing Hero, оно не дизайнерское, но я его порекомендую. Поскольку, например, знаете, у вас бывают какие-нибудь слова, они очень-очень длинные, там, не знаю, параллелепипед, ещё какие-нибудь другие слова, и вы не хотите их каждый раз писать. Или, например, вы дизайнер, у вас есть заказы, и вы всем людям отвечаете одним, не знаю, там, предложением. Например, не знаю, цена шапки такая-то, цена аватарки такая-то и так далее. Каждый раз круто искать текст, копировать, вставлять это долго. Так вот, в Typing Hero вы забиваете себе шорткаты, то есть сокращение. Например, если вы напишите цена, то у вас автоматически заменится слово цена на ваш полный прайс-лист, и это будет очень удобно. То есть это шорткаты, вы просто берёте, забиваете какой-то список символов, и когда вы вводите этот список символов в клавиатуре, нажимаете пробел, бац, всё это заменяется на то, что вы задали. Опять же, для дизайнеров это очень удобно, да и вообще для всех это удобно, когда тебе приходится часто вводить одинаковый текст. Ну и на самом деле, на этом я могу закончить, и я вам рассказал про самое интересное приложение в плане оформления вашего Android девайса, ну, по крайней мере, пока что, и из тех, которые я знаю. Ну и одно приложение, которое просто многим будет полезно и многим поможет. Так вот, опять же, если вам интересно было бы увидеть такое же видео про iOS, либо вы хотели бы увидеть более подробное видео про первые два расширения, это Key LVP и Key VGT, так как там реально много функционала, и в одно видео это всё не вместить. Так вот, если вам было бы это всё интересно, пишите об этом в комментариях, я почитаю, если будет много комментов, и эти комменты будут залайканы, тогда я сделаю более подробное видео, где расскажу, что и как можно сделать, и что и как можно настроить. Окей? Окей. Так что, всем спасибо за просмотр, Не забывайте ставить лайк на это видео, ведь лайки меня очень сильно мотивируют, и они мне очень сильно помогают в плане продвижения, да и вообще мне приятно видеть много лайков. Жду лайк, жду комментарий, и, конечно же, спасибо тебе огромное за просмотр, и подписывайся на канал, если ты этого ещё не сделал. Адьос, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok